Маргарита Печеркина положила в ящик для сбора денег на содержание бездомных животных всего несколько рублей. Больше ей просто не осилить. Пенсионерка рассказывает, что кроме этого еще и подкармливает котят, которые живут в подвале ее дома. Много их бездомных. У нас в подвале 5 кошек живет. И одна кошка катилась, 5 котят принесла. И вот все, кто что может, то ее выносит. Некоторые ругаются, тоже запах же там и сырость, и все. Ну куда вот их 5 маленьких котят там в подвале живут? Инициативная группа в поддержку бездомных животных существует в Полевском уже 8 лет, рассказывает Наталья Партина. После того, как в доме появилась собственная собака, стала понимать, что чувствуют животные обиженные человеком. Это стало началом беспокойной жизни ее и других защитников животных в Полевском. Все, кто сегодня собрался в городском парке, это люди, у которых дома живет не одна кошка и собака. И все они болеют за судьбу животных, оставшихся без хозяев. Пройти мимо бездомного животного сейчас просто-напросто невозможно, потому что совершенно по-другому начинаешь смотреть в глаза этой собаки, совершенно по-другому, или кошке, совершенно по-другому, понимаешь, ощущаешь боль, которую они испытывают. Таких неравнодушных полевчан, как эти, в городе много, говорят организаторы благотворительной акции. В подтверждение этих слов вот эти мешки с продуктами и утварью для животных. Деньги же собираются на лечение или содержание собак у сторонних хозяев. Так защитники называют людей, которые берут кошек и собак в дом за умеренную плату. Собираем мы сухие корма, собираем, значит, крупы, кроме перловки, собираем мясокостные продукты, кроме свинины, собираем ошейники, поводки, цепи, потом, значит, собираем еще... Сколько жалко? Деньги. Да, денежные средства, это самое главное. И старое, например, одеяло, полотенце, постельное белье. Среди тех, кто помогает содержать животных, и старый млад. Дарья Вахмутова, к примеру, вместе со своей подругой принесла сегодня корм для собак. У Даши в доме уже живет породистый пес Степа. Но она же мечтает, чтобы хозяин был у каждой собаки. Очень жалко, когда животные оказываются на улицах. Мне очень хочется, чтобы каждая собака обрела дом. Елена Лебухина говорит, что нужно решать не только проблему устройства собак к добрым хозяевам, но еще и заниматься вопросом стерилизации животных. Вместо отстрела собак, значит, делают стерилизацию бездомным животным и отпускают их свободно на улицу. Но у нас, к сожалению, пока совершенно другая ситуация, иная ситуация. И очень хотелось бы, чтобы вот тот замечательный опыт, положительный опыт по стерилизации бездомных животных и спасению их жизни был у нас в городе продолжен. Мечта защитников животных – это, конечно же, создание в Полевском питомника для бездомных животных. Вместе с новым мэром постараемся сделать из нашего Полевского маленькую Швейцарию, где не будет брошенных собак, где не будет голодных бабушек, где будет высокоразвитое общество. Он пошел нам навстречу. Так что я думаю, что разговор наш будет с предложениями продолжен. И думаю, что-то сдвинется с места. За время акции было собрано 4000 рублей, а для 9 щенков были найдены добрые хозяева. Что же касается дальнейших планов, то здесь администрация города оказывает содействие защитникам животных в создании общественной организации, которая будет заниматься бездомными животными. Ксения Балденкова, Алексей Ионов. Новости нашего города.